Словы поддержки итальянским партнерами Сябраму в связи с пандемией и коронавирусом. А дымя же хоров Гомельская область накировала послание за подписом старшины Аблы Конкама Геннадия Соловья в итальянские регионы и городы, а также в посольство Италии в Беларуси. Под обязанностью материала Ганна Корольчук. В Гомельской области, которая больше потерпела от катастрофы на Чернобыльской АЭС, выросло не одно поколение детей, которые наведывали гостиные итальянские семьи. В этом накерунке итальянский бок поддерживает Гомельщину больше за 30 лет. Только про доброчное объединение «Допомога детям» Чарнобыля за этот час оздоровилось выше 120 тысяч детей. Итальянцы также помогают сроками социальным установам. На сегодняшний день, подчас разгару эпидемии, Ассоциация «Допомога детям» Парма перелечила грошины на бытю медицинского обсталявания для кармянской ЦРБ. Такая чуласть кранае до слез. У свою чаргу необыяковые белорусы стараются подтримать итальянцев добрыми словами. Огромные слова благодарности итальянским семьям, итальянским организациям, итальянскому народу за то, что они делали и то, что они собираются продолжать делать. Я в этой ситуации от себя хочу сказать, ты же Италии, вы должны знать, мы с вами. Сотни тысяч белорусских людей с вами. Их сердца с вами. И я не сомневаюсь в том, что итальянская нация очень сильная. И, конечно же, вы победите. На жаль, сярод тех итальянцев, кто поддерживал Гомельскую область и допомагал в развитии относительно, так само есть хворые на коронавирус люди. Что день Енаць Карецкий отрымливает тревожные листы от итальянских сябров. Пильно сочет за ситуацию в полдневой краине и наша коллега, режиссер Вольха Слесаренко. Для учина больше за 10 годов наведывала Италию в рамках доброченных программ. И сябрыл свою чаргу, выучали культуру и историю Беларуси подчас визитов на Гомельщину. Зараз Вольха закликает у всех свернуться до Италии с поддержкой в социальных сетках. Такая ужасная ситуация там. И я им оказываю моральную поддержку. Пишу, звоню, чтобы, как говорится, хоть чем-то помочь. Мне очень-очень-очень жаль, что такое происходит не только в Италии, а по всем мире. Надеюсь, что скоро все пройдет. Подделяем смуток тех, кто стратил своих родных и близких. Жадаем худшейшего выздоровления за хворелом. Захапляемся мужностью убрать без эпидемии. Такие слова значатся у послания итальянским партнерам от Гомельского облваканкама. У им гучить упевненностью тем, что расшучая мера итальянских уладов, медиков и допомога сусветной супольности дозволят переодолеть тяжкое выпрабование и с оптимизмом вернуться до звыклого укладу життя. Сегодня мы с тревогой наблюдаем за событиями, которые происходят в Италии. У нас давнешние экономические и социальные связи. В свое время Италия протянула руку помощи Белоруссии, нашему региону. Наши дети отдыхали в Италии, согреты любовью, теплом итальянского солнца. Пришло время нам высказать свои соболезнования от лица Гомельского областного исполнительного комитета, от имени председателя облсполкома, от имени жителей всей Гомельской области направлены соболезнования в пострадавшие регионы. Семь листов накерованы керонникам городов и регионам побратимов. Один – послу Италию Беларуси Марио Бальди. Зараз у их краине инфицирована амаль 70 тысяч человек, а гульная колька из загинувших от коронавируса – 6820. Самый час добрызачливым беларусам звернуться до итальянцев со словами «наше сердце с вами». Я так само была одной из тех, кто в своем дятинстве наведывал Италию по здоровленной программе после Чернобыльской катастрофы. Тому одумя усих худячных жихаров Гомельской области хочу выказать слова поддержки итальянскому народу в этой непростой час. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель».